Так Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова развернуться в обратное направление ну а по левой полосе он же не ожидал такого маневра правильно? на Некси узбекская колесница богов ехал соответственно и херакнул ну тоже там у нас эксперты сразу конечно же посмотрели начали задавать свои комментарии по поводу того, что виноваты оба один соответственно ехал с превышением скорости другой делал какой-то маневр и так далее, да, вполне возможно могут признать обоюдку, вполне возможно сейчас по новым правилам дорожного движения много чего могут сделать но факт остается фактом с крайней правой полосы вы не имеете права разворачиваться и знаете что я например сейчас каждый день сдаю правила дорожного движения у меня там свой марафон, пока только я без ошибок отвечал только на 110 вопросов ну есть такой марафон по 30 секунд идет это пока вот по 110 и вот знаете вчера вот запнулся тоже на загородной трассе легковой автомобиль легковой автомобиль и вот делается разворот получается ну разворот получается на 180 градусов и знаете там такой вопрос можно ли и там получается немножко на обочину заезжать прям немножечко прям вот столичко да вот как вот, вот столичка, вот, вот так, маленькая, такой маленькая, вот столичка, и все, я вот выпил на дону немножко, чуть-чуть, так вот, и вот, и развернуться, и я, знаете, что сказал, мне сказали, ну, скорее всего, да, ну, как бы, ну, ладно, не получается, значит, можно заехать на, и все, а вот, знаете, а ты-то оказался неправильный, сказали, что нифига, нельзя, вот нельзя, понимаете, если у меня был большой груз, большой автомобиль, то мне можно было, вот, вот это банальная ошибка, так обидно было, 110, там, по 5 секунд, у меня были 5 секунд были, да, там же еще можешь таймер посмотреть, 5 секунд был на ответ, понимаете, ну, реально было все очень круто, все было классно, и так далее, понимаете, вот прям реально было, вот так вот было круто, и тут раз, вот на этом, да, хотя кажется, ну, что ты там, немножко заехал на обочину, да, взял и развернулся, раз тебе не позволяет, получается ну как бы не позволяет я например на Audi разворачивался бы именно так немножко взял бы правее ну нельзя, потому что разворачиваться можно только с крайней правой полосы то же самое, что когда есть например те или иные дороги у нас если например можно поворот налево осуществить например непосредственно например и с левой стороны и с правой полосы да например ну можно повернуть в одну сторону а вот развернуться ты можешь все равно только с крайней левой полосы понимаете вот такие вот штуки поэтому блин там уже жестокая авария была на самом деле ничего хорошего и все вот догомыс ладно блогера, сыроеда попросили попросили чтобы он заткнул свой хавальник потому что он в свою очередь настаивал судьи 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 говорит ну вот что смягчите я неумышленное убийство я просто экспериментировал над своим сыночком ну что вы ко мне придрались ну серьезно ну что вы ко мне придрались я просто немножечко экспериментировал ну и все ну не знаю будет судить потому что здравствуйте абонент сейчас потому что это получил общественный резонанс поэтому я думаю что там по полной программе его отжарят ну а что если ребенком судьи издевался конечно так в Сочи ранним утром загорелся дом происшествие случилось по улице Измайловская это у нас Мацеста страховать нужно реально нужно страховать нужно страховать в Сочи иномарка сбила доставщика авария произошла вчера судя по видео водитель иномарки не уступил дорогу мопедисту при выезде со второстепенной дороги ну само собой а зачем у нас у нас же никто не смотрит ни по сторонам никуда бывает такое не без этого конечно же велосипедист попал в больницу после ДТП авария произошла днем 13 апреля на Дублере в последнем тоннеле в сторону Дагомеса ну а знаете вот я даже и не могу я вам сейчас ответить можно ли в туннелях ездить на велосипеде даже не могу вам сейчас ответить можно или нельзя хотя вроде наверное можно раз знака нет ну как бы однозначно как бы наверное хотя вот пешеходам нельзя ходить весна и обострение микрорайон мамайкам неадекватной девушкам вела себя весьма вызывающе употребляла алкоголь дама размахивала бутылкой и как бы конечно же всем предлагала ее взять сидя лежа на голове в припрыжку и в прискалку ох уж это мамайка да как знаете у меня у многих бомбануло да у многих там бомбит жестко бомбит и начали мне там вот да вокзальный район это тот район кому не хватило денег на центр да макаренька то лучше район да вот там слышно поезда и так далее блин ребят вот я сегодня специально как бы не знаю выходил на балкон и пытался понять слышно поезда или не слышно поезда из 16 этажа ни хрена не слышно ни поезда ни шум дорог ничего не слышно откуда вы у меня такие беретесь фантазеры об курыше а ребят ну откуда вы такие беретесь я вам серьезно говорю ну и конечно же есть там макаренка есть сквер ребят давайте мы упустим некоторые моменты про микрорайон макаренка про то сколько там наркоманов и тому подобное давайте мы про это не будем говорить все таки у нас позитивный канал а то вы там пишете я понимаю что многих из вас пригорает когда ты про микрорайон макаренка говоришь правду как оно есть и когда даже ты берешь и звонишь человеку который живет на макаренке 5 лет и он берет просто в правду берет и говорит конечно вам это правда не нравится Однозначно Макаренко интересный район Но район Макаренко нельзя сравнивать Ни за вокзальным, ни за речным Ни с быткой Микроавен Макаренко Он может конкурировать только с Донской Больше ни с чем Конченный район Ну в прямом смысле этого слова Есть конечно исключение Это жилой комплекс раз два три Он как бы и не относится к микроавену Макаренко Но при этом у него есть все прелести Микроавен Макаренко И действительно крутой жилой комплекс В хорошем классном месте Все остальное это конченное дно На Макаренко, я вам серьезно говорю Просто конченное дно Но Мамайка Мамайка тоже Сейчас можно отнести к спальному микрорайону Ну тоже на любителя Уже там подтянулась вся алкашня С бутылками Я например из-за этого не покупал Значит так Более 170 ДТП Произошло за минувшую неделю В Сочи Что соответственно на 5% больше чем на прошлой неделе И на 5% больше чем на позапрошлой неделе Что это говорит? А это говорит о том Ребят, это говорит о том Что гаишники не работают Слово совсем Потому что основная статистика У гаишников Должна быть Знаете какая? Должно быть Наверное не количество Выписанных протоколов Хотя и по количеству Выписанных протоколов Они тоже Скорее всего Нервно курят в сторонке А именно По количеству ДТП Я так считаю Вот чем меньше стало Количество ДТП Тем лучше отработала Структура ДПС Согласны со мной? Вот чем меньше стало ДТП Тем лучше А у нас получается ДТП становится все больше 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 Вот как бы так Поэтому взяли там быстренько И все И надрали Попку Надрали попку Надрали 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 Ну а почему нет? Почему нет? Нет-нет Тогда да В Сочи Пройдут игры ГТО Что такое игры ГТО? Это готов к труду и обороны Это не просто Сочинские А это будут именно Миро Ой Всероссийские игры Готов к труду и обороне Соответственно Это команды Разбиваются И там есть такое понятие Командный зачет Есть индивидуальный зачет Например Я могу гордиться Перед тем Как уехать в город Сочи Оставался у меня Получается Последний Получается год Да И в 2015 году Были тоже соревнования По ГТО Готов к труду и обороне И моя команда Заняла первое место А я получил бриллиантовый значок Потому что я сделал Все И потянулся И все Больше чем Мне положено По возрасту И мне дали еще Кубок Вот как бы так Здесь в этом году Я не смогу поучаствовать Потому что я Немножко поджирел Но на следующий год Я обязательно Поставлю цель И обязательно Готов к труду и обороне Я выполню Лучше всех Но не в этом году В этом году Почему-то Есть какие-то моменты Немножко Не знаю Поймался я на мысли Нифига не ем Надо есть Понимаете Сколько бы ты не занимался спортом Я смотрю Спортзал Хожу 4 раза в неделю Как минимум Это дофига 4 раза в неделю И бегаю Хотя бы раз в неделю Я делал пробежку Но при этом Нужно понимать Что не все так радужно Не все так хорошо Как хотелось бы Почему Ну потому что Я не завтракаю Не обедаю Не ужин А ужин Только ужин Надо как бы Если ты хочешь похудеть Можешь себя хоть Сколько носил в зале Не будет результата Главное это питание А точнее это режим Сочинец стал призером Олимпиады По обществознанию Ребят Ну что такое да Вы же говорите что Сочи Это же Вы же сами говорите что Образование не то дает Все не то дает Ну как так то получается Ну почему мы Каждую неделю Слышим что Сочинские Сочинские Ученики Занимают первые места Почему вы Находитесь в Самаре У вас обалденное Обучение Почему ваш ребенок Бездарь Не может занять первое место В олимпиаде Почему А почему здесь Сочинцы берут И занимают первые места Михаил Дементьев Участвовало Участвовало 314 человек Из 84 регионов Понимаете И занял первое место И это не единичный случай А вы все Утверждаете Что видишь ли В Сочи Слабое образование И самое главное Это у нас ученик Не с частной школы Это простая Общеобразовательная Школа Ребят Простая Общеобразовательная Школа Поэтому Когда в следующий раз Пишите про микроволен Макаренко Или про то Что в Сочи Как такового Нету Должного обучения И так далее Ну немножко Возьмите Загуглите Чтобы потом Стыдно то не было Понимаете Ну реально Чтобы стыдно не было Возле торгового центра Моримол В Сочи Придошла авария Я вчера видел Ну как всегда Два таксиста Я твою маму А я твою маму А я твою бабушку Я твою бабушку А я твою прабабушку Ты что так говоришь Про бабушку А слышь Да пошел ты Ну все в таком духе Ну и таксисты Это же отдельная каста Ими же можно все Согласны же Согласна Кстати В Антарктиде Извергается золотой вулкан Серьезно Вот там прям золото Прям извергается Понимаете Прям золото извергается Прикольно да Поехали добывать Дэвил Значит так В горах Сочи Объявлено Штормовое предупреждение Короче Походу я так второй раз В горах Сочи И не покатаюсь Походу даже И не покатаюсь Потому что вроде Как вожу эти Ну не знаю Знаете Тот самый случай Когда ты хочешь все успеть И нигде толком Не можешь успеть Потому что хочется И там И там И сям И вы сям И так далее Понимаете Ну хочется 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 А по итогу Ну как бы Не совсем особо Хорошо и получается Бывает же такое Бывает О Проснулись мои Ребятишки Проснулись Проснулись Приветствую Приветствую Десять минут Доброе утро Хорошо Короче Не знаю Наверное не получится В Испании Создали электропалку Для катания На роликах И скейте Ай Испания Тупые вы Тупые У нас эту палку Создали еще Блин До нашей эры Понимаете У меня до сих пор На такой палке Половина знакомых Там Тещи летает Понимаете А вы только Изобрели У нас Баба Ига На этой палке Назывался Веник Уже летал Кургосветку Понимаете Ну ладно Испанцы Ох они испанцы О нифига себе Нифига себе Какой ты делаешь Маневр Ты красавчик Пробки наверное Большие Поэтому такой маневр Делаешь Красота Да Ребят Вот так вот Вот примерно Такой маневр Делали Ну представьте себе Что такой маневр Делается Да И раз И вот так вот А водитель такси Например Резко бы Взял бы и тронулся Ну короче Жопа получается Не очень ничего хорошего В Сочи Реставрируют Летний театр Имени Патрисии Булумба Вот так вот Кстати Я вот В летнем театре Особо даже Ни разу и не был Не знаю Вы были или не были А я вот даже и не был Я вот был В фестивальном Я был в зимнем театре А в летнем театре Мне так и не довелось Погулять У нас так Не довелось Погулять Прекрасно И далеко Видите улицу Гагарина Не просто так Здесь был Гагарин И его здесь Переименовали А вот с правой стороны Да у нас С правой стороны Нет там сейчас У нас парковая зона Там был у нас Небольшой аэропорт Раньше Да еще В 1947 году Был небольшой аэропорт Ребят Вот И все Представляете себе В этом случае Было много аэропортов В том числе И в Лазаревском Было Можно сказать В самом центре И вот здесь Вот в этом месте Как раз был И аэропорт Аэропорт На-на-на-на-на-на-на Кстати Все Ну знаете Вот это Ладно У меня вот такие новости А если представлять себе Если бы я озвучил Новости Которые Есть В Прекрасном Ну тоже Да у нас Громотей Да ребят Согласны же Громотей У нас Встал Молодец Красавчик Это девочка За рулем Да Видите там даже Стрелялка Даже для дебилов Написана Нарисована Но ты не можешь С этой полосы Ехать прямо Ну кого дергает Чужое горе Давай поедем Даже Даже Над Краснодарским краем Перехвачено Уничтожено 10 украинских Беспилотников Представляете Над Краснодарским краем Вот так вот Бывает такое А у нас Находятся дебилоиды Которые берут И снимают Как работает ПВО Да Берут И смотрите Смотрите Панцирь С стоит Прямо здесь Возле хосты Смотрите Ну дебилы Ребят Ну нельзя же Как бы Вы же Как бы Ну делайте Не совсем Только Как бы Ладно вам Хочется заснять Хочется Собрать Своих 6 лайков Да Но Это же нехорошо Вам же Русские Нельзя снимать Те места Где у нас Стоят ПВО Ну нельзя А в Сочи У нас Очень много Панцирь С стоит Дофига стоит Ну реально Дофига Поэтому Не надо снимать Лишний раз Не надо Снимать 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 Прежде чем Честно Сегодня Все новости Были У нас Вокруг Знаете Чего Вокруг Именно Того Что творится Иран И Израиль Все мы уже Слава по барабану Ну и конечно же Все приводят Пример Слава Жириновского Жириновский говорит Ну все Все Так оно и будет Да И так далее Ну Чем-то конечно Был прав Однозначно В чем-то Был прав В чем-то Был прав Все разговоры Только Про Ну в принципе Все Так-то Все-таки Все Вы знаете Что Единственный Мужчина Который Дал Отпор Который У нас Был В Австралии Был Теракт Да Где погибло Шесть человек Шесть человек Это был Сорока Ой Это был У нас Русский Который Кричал Не подходи Взял Какую-то палку И все Вот гордость берет Правильно Реально гордость берет Единственный Мужчина Из Гражданских Который Со столбом В руках Пытался Ставить Топавшего В торговом центре Бон Чинг Сунг Коль Сэнда В Сиднее Оказался русским Пишут Австралийские СМИ Знаете Русским Всегда Вечно Все Нужно Не Чтобы Язык Задницу Запихал Б Взял Б Телефон И снимал Он берет И пытается С ножом Остановить Придурка Который Накурился И решил Всех резать Представляете Себе Мужику Респект Уважение Красавчик Красавчик Сильнейший Град С ливнем Обрушился Сегодня На город Нальчик Он так Под воду Уходят машины И первые Тажи зданий А вы Говорите Что в Сочи Да в Сочи Идеально Все По сравнению С тем Что творится У нас Вокруг В Владимире Мужчина Бросил Коктейль Молотова В здание Регионального Правительства Но Мужчина Так Не рассчитал Короче Кинул Но Коктейль Бутылка Не разбилась Ну Надо Перед тем Как кидать Надо Потренироваться В конце концов А Ну Серьезно Ну Че такое Раз Раз И все Поэтому Получился Такой Фейл Такой Фейл Получился В Чебоксарах Пенсионерка Задушила Своего Девятилетнего Внука Потому Что Он Ей Не нравился И не Нравился Как Он Ведет Вот Так Не Оставляйте Пожалуйста Своих Внуков С вашими Мамами С бабушками Ну Реально Если ваш Внук Если ваш Сын Ведет Как дебил То Ну Его Скорее всего Бабушка Ну Воспитает Как надо Понимаете Вот так вот Скорее всего Воспитает Ну И самое Главное У нас Знаете У нас Что происходит У нас Всегда Если ты Вдруг Жестко Накосячил То У нас Есть Место Где Ты Можешь Очиститься Ну Я Серьезно Говорю Вот Я Серьезно Говорю У нас Есть Такое Место Например Когда У нас Тот Самый Прекрасный Наш Певец Сиаруси Киркоров Зашел Нечаянно Не в ту Дверь Он Раз И поехал Сразу На В зону СВО Чтобы Дать Концерт Если Вдруг У нас Еще Портнягин Инфоцыган Сейчас У него Начали Обыски По поводу Неуплаты Налогов И тому Подобное Ну Сами Понимаете И Смотрю Вчера Появился Ролик И он Поехал С помощью СВО Ребятам Помочь Но На самом Деле Не показали То есть Сует Категории Сваровал 100 миллионов Решил Как бы Дать Миллион Потом У нас Муж Блиновский Ушел На СВО Так он Пытается Избежать Потери Своего Последнего Бизнеса Блиновский И попытаться Вытащить Елену Из СИЗО Представляете Себя Жизнь Да А вот Вы говорите Что в Сочи Там только Страна бандитов Там подобное Ладно Хорошо В Приморье Супруги Подговорили Знакомого Отправиться На СВО Нашли Ему Фиктивную Жену А после Гибели Мужчины Украли С его Счета 8 Миллионов Рублей Пара Знала Что у Разнорабочего Нет родственников После Его Смерти Злоумышленники Открыли на Имя Вдовы Банковский Счет И Мошенникам Городить 10 лет Вот видите У нас А вы Говорите Что в Сочи В Сочи В Сочи В Сочи У нас Он тоже Хватает Владивосток И что Вы зачем Это сделали Зачем Это сделали Ну Как зачем Мы возьмем Говорит И потом Купим Говорит Себе Лексус С рулем В бардачке Тяга На хера Говорит Ну просто Говорит По приколу Говорит Ради этого Говорит Мы и отправили Говорит А что Все равно Говорит Толку от него нет Говорит Разнорабочий Говорит Там подай Там подай Потому что Роб не мешай А так Мы взяли Отправили Жену фиктивную И все И купим себе Лексус Потому что Мечта Поэтому Ребята Когда вы там Пишите Что там У вас В Сочи Беспредел И так далее Вы в себя В свою сторону Посмотрите сначала В Сочи Беспредела Не больше Чем Ну Как бы В любом Другом городе Просто Сочи Город интересен И про город Сочи Говорят Про весь этот Творческий Беспредел Про это Говорят А например В другом Месте Например Да Там что-то Проношло Про это И не говорят Почему Ну потому что Есть Такое Бежит Неуловимый Ковбой Джо Почему Его Никто Не может Поймать А Вот Неуловимый Ковбой Джо Почему Его Никто Не может Поймать Почему Он называется Неуловимый Как Вы думаете Включите Соображалку А его Никто Не может Поймать Потому что Нак coin Никому Не нужен Понимаете Вот То же Самое Могу Сказать И про То что Происходит Во многих городах и так далее. Просто в Сочи город интересен. И там, не дай бог, кто-то пернул неправильно. Об этом уже все знают. Понимаете? На самом деле, если взять и копаться просто в новостях и просто там за вчерашний день там, то, там это делать. Все везде гораздо страшнее. В этом отношении я могу сказать, что город Сочи, он хороший, безопасный город для жизни. Один из лучших городов для жизни. Понимаете? По поводу отдыха можно еще поспорить. Как бы здесь можно отдыхать, но нужно зарабатывать деньги. Понимаете? А по поводу жизни, ну, идеальный город для жизни. Лучше не придумать. Чистый, прекрасный, замечательный. Понимаете? Вам всем хорошего настроения. Всем добра и пока.